Ни для кого не секрет, что морковь обладает большим количеством удивительных свойств. Человечество знаком с этим корнеплодом с древних времен и использует морковь не только для употребления в пищу, но и для борьбы с разными заболеваниями. Улучшение зрения и кожи человека – это не единственные полезные свойства данного овоща. В данном ролике вы узнаете много нового про известный овощ. Добро пожаловать на Progress Wake! В первую очередь морковь включает в себя множество микроэлементов и витаминов, а именно витамины А, В, С, Е, цинк, йод, магний, марганец, кальций, железо, фосфор и десятки других полезных микроэлементов. В этом продукте содержится всего 35 килокалорий на 100 грамм, что автоматически делает морковь диетическим продуктом. Итак, какую же пользу человеческому организму может принести морковь? Эффект для зрения Позитивное влияние моркови на зрение человека уже давно известно. Польза обусловлена содержанием каротина и витамина А, а вот недостаток этих микроэлементов в организме может спровоцировать ухудшение зрения, куриную слепоту и многие другие заболевания глаз. Употребление моркови человеком на 65% уменьшает риск появления зрительных патологий. Для диабетиков. Людям с диабетом показано употребление отварной моркови. Именно в таком виде в корнеплоде значительно увеличивается количество антиоксидантов. Морковь для сердца и сосудов. Для заботы о сердце и сосудах следует употреблять морковь в сыром виде. Это поможет понизить уровень холестерина в крови, стимулировать кровообращение мозга и значительно уменьшить вероятность развития инсульта. Все эти свойства достигаются за счет содержания в овоще калия. Он жизненно необходим для полноценной работы сердечно-сосудистой системы. Калий обеспечивает полноценную работу тканей, из которых состоят сосуды, капилляры, клетки мозга и многое другое. Также морковь показана гипертоникам и способствует снижению давления. Морковь для раковых больных. Употребление моркови рекомендуется для профилактики онкологии. В одном среднем плоде сосредоточено около 3 мл бета-каротина, чего вполне достаточно, чтобы снизить вероятность развития рака более чем на 40%. Однако данный овощ является не только средством для профилактики, но и способен улучшить состояние тех, кто уже столкнулся с онкологией за счет замедления роста раковых клеток. Содержащиеся в моркови антиоксиданты блокируют свободные радикалы и снижают вероятность некоторых болезней. Согласно исследованиям, регулярное употребление моркови может увеличить продолжительность жизни примерно на 7 лет. Морковь для пищеварения. Неоспорима польза моркови и для пищеварения. Она помогает правильному усвоению и контролю обмена углеводов. В свою очередь, нарушение усвоения углеводов увеличивает риск появления целлюлита. Морковь улучшает пищеварение, борется с запорами, прекрасно очищает кишечник, выводит тяжелые металлы, шлаки и токсины. А еще этот корнеплод обладает низкой калорийностью, поэтому будет незаменим при борьбе с ожирением. Морковь для печени и почек. Обязательно стоит упомянуть о мочегонных и желчегонных свойствах моркови. Благодаря этим свойствам происходит очищение и обновление клеток внутренних органов. Эти же свойства помогают в качестве профилактики желчекаменных болезней. Морковь для красоты. Следующим пунктом следует отметить применение моркови в уходе за лицом, волосами и телом. Ее полезные свойства широко применяются как в профессиональной косметологии, так и при создании домашних масок. Морковь способна придать лицу свежий вид, улучшить оттенок кожи и подтянуть ее, разгладить морщины и даже предотвратить появление новых. Морковь при открытых ранах. Наружное применение моркови возможно не только в косметологии. Данный овощ обладает превосходными бактерицидными и ранозживляющими свойствами. Благодаря этому компресс из морковного сока или из перетертой моркови можно использовать для заживления ран, ссадин и ожогов. Отдельно отметим влияние данного корнеплода на женский организм. Применение моркови в качестве косметического средства – это не единственный способ сохранения красоты женского организма. Овощ способствует улучшению женской красоты и здоровья за счет поддержания правильного соотношения половых гормонов. А для молодых мам в период лактации употребление моркови необходимо для улучшения качеств грудного молока. Морковь для мужчин. Для мужчины морковь не менее полезна и важна. Она помогает сохранить мужское здоровье и повысить потенцию. А употребление морковного сока поможет мужчинам восстановить силы после значительных физических нагрузок. Морковь для детей. Для детей морковь полезна за счет витамина А. Данный элемент способствует укреплению костных тканей. Улучшается рост, укрепляются кости, улучшается состояние зубов. Повышается сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, укрепляется иммунитет. А за счет вкуса морковь для любого ребенка станет настоящим лакомством. История моркови. Данный корнеплод не всегда был таким, каким им привыкли его видеть. Известно, морковь стала более 40 веков назад, а начала употребляться в пищу и в медицине около первого века н.э. Когда морковь начали употреблять в пищу, она имела специфический фиолетовый цвет и практически не имела вкуса. Привычный для нас вид этот корнеплод обрел лишь в 17 веке с помощью кропотливого и продолжительного труда ученых из Нидерландов. Еще интереснее то, что изначально морковь применяли совершенно в другом виде. В основном в ход шли семена и зеленая ботва растения. Знакомство Европы с морковью произошло в 9-13 веках. Только потом она получила распространение в Японии, Индии и Китае. И уже после, в 1607 году, появилась в Америке. Одно из преимуществ моркови – отличная сочетаемость с большинством продуктов. Это помогает освежить вкус привычной еды, сделать ее более полезной и легкой. Однако следует помнить, что морковь в отварном виде может склонить вас к перееданию из-за высокого гликемического индекса. Вред моркови. Если значительно превышать рекомендации по употреблению того или иного продукта, то не избежать негативной реакции организма. Так и в случае с морковью, ее переизбыток может привести к нарушению деятельности желудка и кишечника, чтобы спровоцировать аллергические реакции. Применение моркови в медицине. Данное растение – просто кладезь полезных веществ, поэтому разных медицинских рецептов существует огромное количество. Кроме традиционного применения в качестве пищи, существуют следующие способы. Приготовление специального лечебного порошка для поддержания здоровья мочевыводящей системы. Чай с морковью станет отличным помощником для восстановления организма после болезни и повышения иммунитета. Для легкого дыхания и здоровья легких рекомендуется свежевыжатый морковный сок. Как употреблять морковь? Приготовить морковь можно практически любым удобным для вас способом. При варке, запекании или приготовлении на пару корнеплод почти не теряет своих полезных качеств. Разве что жарить морковь не рекомендуется. Конечно же, можно употреблять морковь и в свежем виде. Свежая морковь. Витамины, содержащиеся в сырой моркови, незначительно теряются при термической обработке. Также ее кожура не менее богата полезными элементами. Поэтому для профилактики авитаминоза и при проблемах со зрением будет лучше употреблять овощ в сыром виде, тщательно промывая. Показанием к варке или запеканию является заболевание желудочно-кишечного тракта. После термической обработки морковь переваривается на порядок лучше. На сохранность витамина в свежем плоде влияет способ измельчения. При использовании металлической терки для измельчения моркови может потеряться часть полезных веществ. Лучше всего применять пластиковую терку. Для восполнения суточной нормы необходимых веществ достаточно смешать одну натертую морковь с яблоком и несколькими каплями растительного масла. Чтобы повысить иммунитет и избежать простудных заболеваний, следует смешать морковь с медом и сельдереем. С запором, в свою очередь, отлично справляется крупно натертая морковь и растительное масло. Сок из морковки. Лучшим решением будет приготовить сок самостоятельно, так как сок с полки магазина будет натуральным в лучшем случае на 20%. Кроме того, такие соки содержат консерванты. При приготовлении сока дома всегда можно быть уверенным в его свежести, натуральности и качестве. Рекомендуем готовить сок непосредственно перед употреблением из заготовленных заранее корнеплодов. Так сохранится максимум полезных веществ. Употреблять такой сок лучше всего после еды. Морковь в кулинарии. Как упоминалось ранее, морковь обладает прекрасной сочетаемостью. Благодаря этому она входит в состав супов, салатов, вторых блюд, десертов, напитков и употребляется свежей. Суп из чечевицы. Чечевица 200 грамм, морковь 1 штука, лук 1 штука, помидор 1 штука большой, 2-3 зубчика чеснока, лимон пару ломтиков, кокосовое масло, вода 4 столовые ложки, соль, перец. Измельчите лук, морковь и помидор. На сковороде смазанной каплей масла обжариваем лук до мягкости и прозрачности. Затем добавляем натертую морковь и обжариваем 2-3 минуты. Следом добавляется томат и чеснок. Содержимое накрывается крышкой и тушится 5 минут на среднем огне. Чечевицу промыть и выложить в кастрюлю. Добавить к ней зажарку и 4 стакана воды. После закипания убавить огонь и варить 30 минут. После этого замешать суп блендером. При подаче украсить лимоном и зеленью. Тушеная говядина. Говядина 400 грамм, лук 1 штука, морковь, половина овоща среднего размера, чеснок 1 зубчик, томатная паста 1,5 чайной ложки, сметана 1 столовая ложка, вода 400 мл, кокосовое масло 2-3 капли, кукурузный крахмал 1 чайная ложка, соль, перец, зелень. Мясо тщательно помыть и вытереть бумажным полотенцем. После нарезать его на кубики один к одному. Трем морковь на средней терке, лук мелко нарезаем. Овощи обжариваем на сковороде с каплей масла до мягкости. В конце добавляем чеснок. Далее обжариваем мясо на отдельной сковородке до золотистого цвета. Затем заливаем водой и тушим 35 минут на среднем огне. Подлива, паста, сметана и вода, которая осталась, смешиваем и выливаем массу к мясу. Добавляем кукурузный крахмал и снова мешаем. Тушить 3 минуты, добавить соль и перец, при подаче украсить зеленью. Какую морковь можно покупать? Прежде всего необходимо уделить внимание яркости плода. Чем ярче морковь, тем больше полезных веществ она в себе содержит. Поверхность плода должна быть твердой, без трещины повреждений. Место соединения ботвы с плодом должно быть ярко-зеленого цвета. Не имеет значения, помыт корнеплод или нет, однако немытая морковь хранится несколько дольше. Какую морковь употреблять не нужно? Если морковь заметно повреждена или сильно деформирована, то ее вкус может быть не таким насыщенным, как у ровного и целого овоща. О начале гниения могут свидетельствовать потемнения на поверхности плода. Также о гниении может говорить мягкость плода или то, что он легко проминается. Обратите внимание на срез моркови. Если видно сильный контраст между сердцевиной и кожурой, то такой корнеплод принесет больше вреда, чем пользы, так как он выращен с помощью химикатов. Зеленые пятна на поверхности свидетельствуют о незрелости или нарушении хранения. Вкус такого овоща будет с горечью. А морковь с ростками будет практически безвкусной, так как она перезрела. Как хранить морковь? Лучшие условия для моркови – сухое и прохладное место с температурой плюс 2-5 градусов. Это может быть погреб или нижняя полка холодильника. Это все, что мы хотели поведать вам сегодня. Понравилось видео – ставьте ему лайк, не забудьте подписаться на канал и рассказать о видео своим друзьям. До скорых встреч!